Понедельник, утро. Нас ждет отчаянная модель. Она обещала, что на тепло оденется. Посмотрим, насколько она выполнит свое обещание. Так часто бывает, что зимой фотографы не только сидят дома, но еще и выходят на улицу и снимают всякую фигню. Мы тоже иногда такой фигней занимаемся. Хватит сидеть уже, хватит втыкать в комп, нужно идти на улицу и искать какие-то новые приключения. Он опять влажит, да? Посмотри, где медведь доковырялся. Мы сегодня будем не просто фотографировать, мы сегодня будем испытывать вестибулярный аппарат нашей модели Александра. Говорят, если произойдет сбой, то эта карусель может раскрутиться до скорости 350 оборотов в минуту. Мы проверим, удержится ли Саша на таких высоких оборотах. Встречайте, летчик-пилот высшего класса, который покажет нам сегодня высший пилотаж на такой скачей, на итальянской карусели. Если у нас вдруг появится сегодня зеленый цвет лица, оттенок, ухо-вота, мы постараемся это заредушировать. Как делать это на фотографии, я знаю. Как делать это на видео, я спрошу. Так как у нас очень много движущихся деталей здесь, снимать с рук можно много чего снять с рук, но не будет эффекта кручения качели. Поэтому мы возьмем штатив для того, чтобы заморозить происходящее на переднем плане и немножко размыть задний план. Раздвигаем ноги штатива. Это очень такое эротическое занятие. Расскажи какой-нибудь анекдот. Не-не-не, вот это выойдет немножко. Это да, это да. Так, стой, стой, стой. Начнем с самого сложного. Ничего не делать это сложно. Давай попробуем. Очень многие зрители просят всегда рассказывать о настройках. Я, возможно, буду их выводить на экран, а, возможно, буду о них рассказывать. Я очень люблю фотографировать на открытых диафрагмах, если позволяет объектив. И есть у нас как внешняя вспышка, так и постоянный свет. Постоянный свет, я имею в виду солнце. Мы еще пока не определились, в каком формате мы будем снимать. Попробуем не так и так. Фокусировка обычно происходит... Давай немножко леплеза. Фокусировка обычно со штатива, ну, в моем случае происходит, если я снимаю на открытых диафрагмах, вручную, чтобы сто процентов попасть не в бровь, а в глаз. Тебе часто доводилось выступать? Выбирайте речами, форумовым. Было дело, да? Ага, отлично. Сейчас, ты расскажи. Как у тебя получается? Маленький легкий совет, трюк, как сделать контровый свет в обычных, стандартных условиях на улице. Зимой чем хорошо снимать? Тем, что солнце достаточно низко. Это единственный плюс фотосъемки зимой. Все остальное, это сплошные минусы. Холодно, мрачно, снежно и все такое. Но если говорить про свет, то солнце у нас достаточно низко. И мы видим здесь вот по волосам очень красивый блеск. У нас есть такой прям естественный контровичок на волосах. Прям вот Саша чувствует дискомфорт, когда сильно выжигает солнце, волосы. Правда, он только с одной стороны, но ничего, можно встать и по-другому, но нам так по композиции больше подходит. А передний план мы подсвечиваем обычной вспышкой, и у нас получается рисующий такой передний свет. Давайте попробуем, что у нас из этого выйдет. Поехала, тортель. На морозе вспышка не успевает быстро срабатывать, ну, с той же интенсивностью, как Саша прыгает. Поэтому мы делаем упор больше в сторону эмоций, нежели заморачиваться со вспышкой. Мы не будем сейчас париться по этому поводу. Вот эти вот вещи нужно контролировать. Вот что сейчас произошло. И в данном случае... Я вообще, правда, не проверял, я сейчас посмотрю. В данном случае все у нас прошло хорошо. Но, если честно, за 10 лет такой случай произошел впервые. Может быть, это мороз? Мы так и назовем этот ролик. Христич бьет кэнон. Или как это? Разбитая единичка. Друзья, всегда проверяйте эти гребаные хлястики, потому что они имеют свойство сами по себе растягиваться, развязываться. Либо берите с собой вот эти вот плечевые всяческие ремни и все, что угодно. Но вот это, конечно, католажа. Какое оно должно быть. Как положено, черный к красному. Красный к черному. К белому. К белому. Видишь, белый. Красный к черному, черный к красному. Все как обычно. Что непонятно? Все понятно. Всегда же так подключаем. Мы немножко приготовили нашу модель к нашей фотосессии. Разогрелись. Ведь на улице холодно. И мы готовы приступать к нашему основному действию. Перейдем к карусели, пока там нет людей. И пока не пришли итальянцы и не разобрали ее. Пойдем. Кого стошнит первого? Сашу или меня? Макса? Ой. Или администратора? Игорь Шмидин. Ой. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Посмотрим, что у нас получилось Снова сегодня был стрим Мы надевали единичкой Камерой на ногах Хорошо, ладно, короче, грубо Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok